Уговорили елку замерцать, чтобы Дед Мороз увидел, где ждут его дети. Пели песни, чтобы он услышал голоса ребят. Но главный персонаж предновогоднего торжества все не шел. Как оказалось, его похитили коварные пираты. Но потом раздобрели и уже вместе с дедушкой присоединились ко всеобщему веселью. При ходу дедушки обрадовались и самые маленькие и уже подросшие ребята, школьники старших классов, которые не переставая продолжают верить в новогоднее чудо и, конечно, в самого Деда Мороза. Ходила хоровод, делала песни с Дедом Морозом, в конкурсах разных участвовала. Но мне больше всего понравилось с Дедом Морозом. Для гостей на губернаторской елке открылись другие творческие и игровые площадки. Снежинки можно было вырезать, прыгали через скакалку, крутили обруч. Веселые старты и мастер-классы приумножают праздничные настроения. Но, как оказалось, можно и самим стать праздником. Для этого надо на время превратиться в мультяшных героев. Мне будут рисовать. А что будут рисовать? Пока еще не придумала. Не придумала? А что хотелось? Кому превратиться? Мяу! В кинку. На том праздничная программа не то, чтобы не закончилась, а, можно сказать, только приоткрыла занавес. Главный сюрприз ожидал впереди – спектакль «Новогодняя сказка». Мальчик, я простую тебя и ужасно беспокойствие. Царь жалуется, любимая дочка плачет целыми днями. И, чтобы избавить царевну от печали, хочет выдать красавицу замуж. Невеста без любви женой стать не готова. Именно эти персонажи – забавный король и прекрасная, но капризная не смеяна – привлекли юных зрителей. Ну, не знаю, он такой немножко смешной, немножко грубый. Еще понравилась царица. Ну, она красивая в платье. Однако, такое представление – это не только красивые действия, впечатляющие костюмы. Актеры хотели напомнить зрителям, что чудеса бывают, стоит только верить. На примере не смеяна, которая, вопреки даже своей воле, нашла свою любовь. В сказке хороший конец всегда. Вот, и дети должны верить, что всегда все заканчивается хорошо. Юлия Михайловичева, Кирилл Маршов, программа «Губерния». Юлия Михайловичева, Кирилл Маршов, программа «Губерния». Продолжение следует...